Китай, США, Тайвань. А что началось? Нормально же общались. Очередное провокационное действие администрации США, желающей оказать дополнительное давление на Пекин. Казанский федеральный университет посетил хирург из Берлина. Я очень приятно удивлен, насколько этот центр хорошо оснащен, несмотря на то, что он довольно небольшой. Защитить диплом, открыть бизнес. Из этой воронки стараемся подобрать наиболее яркие инициативные проекты, стартап-инициативы, которые могли бы дойти, скажем так, до продуктового решения. Всем привет! В эфире универ-ньюса, в студии Карина Саяхова. С 1 по 3 августа студенты и выпускники Казанского федерального университета проходят стажировку в правительстве Москвы. Они являются лучшими выпускниками проекта Казанской мэрии, стажировка в мэрии, которая направлена на формирование кадрового резерва из числа студентов высших и профессиональных образовательных организаций города. В этом году для участия в пилотном проекте было подано 324 заявки. По результатам отбора были выбраны 30 студентов вузов и колледжей, среди них 11 представителей Казанского федерального университета. В последние недели между Китаем, Тайванем и Соединенными Штатами Америки накалялся конфликт, кульминация которого произошла 2 августа. На остров, несмотря на протесты КНР, приземлилась делегация США во главе с Нэнси Пелоси. Как разворачивается ситуация, смотрите далее. Нэнси Пелоси планировала посетить Тайвань еще в апреле, но тогда визит отменился. В июле в средствах массовой информации возобновились слухи о том, что Пелоси прилетит на остров во время азиатского турне. 2 августа в Тайвань вылетел самолет, на борту которого находилась спикер палаты представители Соединенных Штатов Америки. Министерство иностранных дел Китая сообщил, что визит Пелоси расценивается как подрыв суверенитета Китая, и США понесут за это ответственность. Китай отреагировал на этот визит максимально жестко. В провинции Фунзянь, откуда практически видно Тайвань, проходит военные учения. Все рейсы, вылетающие из этого региона, отменены. Обстановка, которая сегодня сложилась в отношениях между Соединенными Штатами Америки и КНР, Китайской Народной Республикой, представляется весьма напряженной. И ситуация, она во многом связана с тем, что Китай категорически против того, чтобы официальные лица Соединенных Штатов, в том числе представители Конгресса, в том числе и представители Сената Соединенных Штатов, посещали территорию Тайваня. Этот визит Нэнси Пелоси, о котором неоднократно говорилось, он является визитом, ну, как можно выразиться, неофициальным, или точнее полуофициальным. Поскольку администрация Байдена, она, с одной стороны, не может контролировать деятельность конгрессменов и сенаторов, категории которых относится Нэнси Пелоси, но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что она является официальным лицом Соединенных Штатов, и, таким образом, для международного сообщества это знак того, что Соединенные Штаты продолжают развивать контакты, между государственными контактами между Тайванем и США. Последствия совершившегося визита Нэнси Пелоси на Тайвань однозначно будут. В политическом плане это, конечно же, дополнительные голоса избирателей демократам и Нэнси Пелоси в частности. А, следовательно, определенные укрепления администрации Байдена и первая дипломатическая победа, за которой последует еще более жесткое давление на Китай. Можно говорить и об укреплении позиций тайваньских политиков, ратующих за независимость острова. Конфликт между Китаем и Тайванем нарастает с каждой минутой. Возможен ли мир? Дело в том, что в настоящее время международные отношения развиваются крайне хаотично, и предсказать траекторию развития событий в системе современных международных отношений очень сложно. Проблема имеет более чем 70-летнюю историю. Мы знаем, что проблема Тайваня сформировалась после Второй мировой войны в 1950 году. И вот мы можем с вами представить, что за последние 70 с лишним лет никакого очевидного прорыва в развитии этих отношений не сформировалось. Россия, в свою очередь, полностью солидарна с Китайской Народной Республикой по поводу тайваньского конфликта. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, США выбирают путь конфронтации вместо уважительного отношения к проблеме Китая. Ничего хорошего это не сулит, здесь можно выразить только сожаление. Карина Саехова, Универньюс. Казанский федеральный университет посетил главный врач отделения хирургии Берлинской больницы Святого Иосифа Феррас Альзаин. О целях визита в нашем следующем сюжете. В рамках визита в Казанский федеральный университет гость посетил научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины. Хирургу продемонстрировали поликлинику, операционный блок, включая реанимацию и палаты различных отделений. Я очень приятно удивлен, насколько этот центр хорошо оснащен, несмотря на то, что он довольно небольшой. Я думаю, что гораздо важнее исходить с понятия качества, а не количества. Исходя из того, какое качество предлагается здесь пациентам, это самый высокий технологический уровень. Сотрудничество с ведущими иностранными специалистами – одна из основных задач центра с его основания. Как отмечает главный врач и заместитель директора центра Иван Киясов, гость из Берлина как раз специализируется в той сфере нейрохирургии, которая очень важна в работе центра. У нас есть отделение нейрореабилитации, где мы работаем со спинальными больными. И, к сожалению, ряд операций мы до текущего момента не можем проводить на своей базе по определенному ряду причин. Часть этих причин исчезнет, и с октября-ноября этого года мы планируем замкнуть цикл и проводить операцию у себя. У нас есть высококвалифицированный хирург, который может это все делать, но, тем не менее, с лидером мировым общаться и дружить, и работать в одном направлении было бы здорово и надежнее. В завершении встречи Ферас Альзаин пожелал коллегам успеха и отметил, что научно-клинический центр КФУ – это настоящее ядро развития медицины в Казани. Диана Желенкова, Хафиз Гараев, Универньюз. В будущем филиале Казанского федерального университета в Республике Узбекистан в городе Джизак близится к завершению ремонтной и отделочной работы в одном учебном здании и общежитии. Завозится мебель и необходимое оборудование. Открыть филиал планируется в 2022 году, и под него выделено три учебных корпуса и общежития. Сейчас в учебное здание завозится мебель и учебно-лабораторное оборудование. С 2023 года филиал войдет в программу развития социальной и производственной инфраструктуры Республики Узбекистан на 2023-2025 годы. Ученые Казанского федерального университета исследовали влияние давления на аморфные металлические сплавы. О том, что это за исследование, к чему пришли ученые в нашем сюжете. С точки зрения физики, любая вещь, предметы, которые нас окружают – это материал. Физико-химические свойства любого материала определяются структурой и взаимодействием атомов и молекул. Для того, чтобы знать конкретно, как себя ведет материал в зависимости от тех или иных воздействий, ученые проводят соответствующие экспериментальные численные исследования. Сотрудники Института физики Казанского федерального университета изучили, как ведет себя такой перспективный материал, как сплав никеля и ниобия, в зависимости от внешнего давления. Выяснилось, что данный материал является устойчивым, он сохраняет свои интересные перспективные свойства на большом интервале давлений. А данные свойства меняются кардинальным образом при некотором пороговом давлении, которое также нами было определено. Уникально в данном исследовании то, что большая часть результатов была получена именно на компьютере. Это был не реальный, а компьютерный симуляционный эксперимент. Ученые проводили моделирование, запускался определенный алгоритм, выполнялись определенные расчеты. Рассматривалась реакция этого сплава на самые разные давления, начиная от малых до сверхвысоких. Оказалось, что на большом интервале давлений материал реагирует практически одинаковым образом. Но начиная с некоторого порогового значения, физические свойства данного материала меняются кардинальным образом. Почему же выбор ученых остановился именно на сплаве никеля и ниобия? Дело в том, что не все аморфтные металлические стекла хорошо удерживают аморфтное состояние. В основном они трехкомпонентные, то есть состоят из трех и более компонентов. Там может быть никель-ниобия, медь, алюминий, другие компоненты. А вот сплав никель-ниобия – это такой уникальный сплав, состоящий из двух компонент, который хорошо удерживает именно аморфтное состояние. Если говорить об аморфтном состоянии, то при нем структура расположения атомов напоминает жидкость. То есть атомы располагаются хаотично, но физически свойственно напоминают твердое тело. Например, оконное стекло имеет похожую структуру, свойства, но другой состав. Есть и другая причина, по которой выбрали именно сплав никеля и ниобия. Металлический сплав, он очень интересный в плане своих именно свойств, в плане применимости. Потому что никель-ниобий, он обладает очень высокой твердостью, жесткостью. И поэтому сейчас очень востребован в тех областях, где именно нужны такие механические свойства. В вузах появилась альтернатива написанию диплома. Это создание своего бизнес-проекта по программе «Стартап как диплом». Подробнее смотрите далее. Казанский федеральный университет реализует для своих выпускников программу «Стартап как диплом». Идея направлена на вовлечение талантливых студентов в развитие предпринимательства и позволяет в виде выпускной квалификационной работы защищать бизнес-проект. Внедрение практики учета выпускных квалификационных работ в виде стартапов планируется более чем в 40 вузах, в том числе в Казанском федеральном университете. Программа «Стартап как диплом» – это федеральная инициатива, которая реализуется в университете на уровне сборки всей конструкции с осени 2021 года. Уже весной мы начали массированную информационную кампанию. У нас есть воронка из 10 тысяч студентов, третьекурсников, которые проходят курсы инновационной экономики и технологического предпринимательства. Мы из этой воронки стараемся подобрать наиболее яркие инициативные проекты, стартап-инициативы, которые могли бы дойти, скажем так, до продуктового решения. В этом году по акселерационной программе университет готовит 7 стартап-проектов, вовлекающих работу 30 студентов. На этой неделе прошло первое заседание экспертного совета по подготовке к защите ВКР в форме бизнес-проекта. Студенты-стартаперы получили обратную связь по своим идеям и предложения по финансированию. И ребята, вот 7 стартап-проектов у нас сейчас в орбите, скажем так, этой акселерационной программы, они получают рекомендации, они получают обратную связь по своим продуктовым решениям. На настоящий момент ведется работа над развитием их клиентского сегмента. То есть они для себя выстроили гипотезу, что, к примеру, их продуктовое решение будет ориентировано на такой-то круг потребителей. Выполнение ВКР в форме стартапа возможно при условии существенного личного вклада студента в организацию своего проекта. Благодаря программе студенты выйдут из стен университета с практическим багажом, который в будущем можно будет монетизировать. Валерия Гарнышева, Фариза Хитаглы, Универньюз. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин